Ну что ж, начинаем. Такая картина. Отец с сыном, проходя мимо витрины автосалона Порше, остановились, чтобы вздохнуть. Цацар! Ляля! Куколка! Батя, у меня аж горли пересохло, дай хлебнуть. Чё, борзел, что ли? Тебе всего 16 лет, это рум-кола. Я только колу. Ну смотри мне. Не, ну ляля капитальная, ей-богу. А сколько она стоит? Ты же видишь, а ну скажи, что там за цена? Не скажу. Я тебе в прошлый раз назвал цену, у тебя ноги отнялись. Ну понятно, так кто ж был... Тоже был синий Винстон, папа. Ну хоть первую цифру скажи, чё ты? Три. Эх ты, уже немало. Так, чё вы здесь трётесь? Валите отсюда. Чё вы нас выгоняете? Ничего себе. Может у нас тут встреча назначена? С кем? С подстрочем? Встреча состоялась, давайте, чтоб я вас тут не видел. Батя, а чё ты ему ничего не ответил? Ничего, сынок, ничего. Мы ему ответим. Мы ему красиво ответим. Я тебе отвечаю, я вот своё положение поправлю немножечко, через пару лет денег заработаю и клянусь, каждому, каждому из нас куплю по новой куртке и нас пустят в этот салон. Ты чё только колу оставил? Ты придурок. После следующего номера кто-то скажет, что он в угоду Владимиру Зеленскому, но мы ответим «да». Итак, Пётр Алексеевич Порошенко и его жена за пять минут до Нового года. Ну что, Петя? Ну что, давай, пять минут осталось, давай, начинаем наш ежегодный предновогодний челлендж «Батя» по всем каналам, давай. И переключать. Украинские витчистки. Щемить или топор с 2018 года ляже в архив украинского виска. Сейчас в Украине такая ситуация, когда... А в месте там... Так, подожди, это что было? А ну верни, верни, верни. Это что такое? Один плюс один. Да я понимаю, что это один плюс один. Почему его показывают? Ну он входит в оптимальный пакет Мегого. Дай. Я вообще тебя не об этом... Выключи, выключи. Да подожди, ну интересно же. Что тебе интересно? Ну идёт, не идёт там. Так, я сейчас сам это всё вырублю. Алё, Грозь, ты один плюс один смотришь? Что ж, значит, конечно. Это вообще законно? А? Что значит, кто бы говорил, Грозь, а ты чё? Я вообще считаю, что артист не должен баллотироваться в президенты. Ой, давай ты мне про Рейгана позаливай. Чё ты завёлся? У нас в стране демократия, хочет человек, пусть идёт. Ты ещё скажи, что ты голосовать за него будешь. Я не маленький ребёнок, да, я в эти сказки не верю. Мне Гриценко нравится, вот он. Шучу я. Скоткаешь бюллетень свой. Опять? Опять. Да, Шуля, эта песня для тебя. Холодный ветер зождёт. Да кто орёт там, а? Кто орёт, а? Кто орёт? У меня там внучок спит. Внучок, ты спишь? Дедушка, шо вы врёте, у вас нет никакого внука. Да, я просто понтуюсь перед бабками, шоу у меня был секс. Кузьминична! Ой, на какой этаж вы отправили? На самый последний. Дедушка, не мешайте нам петь песню. Слышь ты, певец! Ещё раз вас тут услышу. По шапке получите. Да сколько ж можно? Каждый день, выходит, нам по шапке даёт. Да нам эти шапки уже складывать некуда. Короче, пацаны, поём дальше. Холодный ветер зождём усилился. Пацаны, смотрите, Дашка с каким-то парнем. Шо ты вышел такой крутой, смотришь на нас, очки тебе не жмут? Руслан. Да? Нам уже чуть-чуть поджимают. Не надо, не надо, стоп. Да кто опять орёт? Нет, не надо, не надо. Кто орёт? Кто орёт? Дедушка, не мешайте, меня Дашка бросила. А ты чё, нюнь развесил? В жизни нужно быть как вша. Даже если ты маленький, невзрачный, всё равно иди по головам. Точно, Дашка, я всё понял. Никогда нельзя сдаваться. Вместе мы сильнее. Да! Не существует случая предопределения или судьбы, которые могли бы стать препятствием для трудностей решения непреклонного духа. Сильная цитата. Вот это хорошее слово, умное, да. Смешарики. Серия про вертолёты. Копатыч. И я с огромным уважением приглашаю нашего мецената, директора Центрального рынка Василия Андреевича. Спасибо, Игорёк, спасибо, красиво сделал. Я, как говорится, Карпенко-Карых не кончал. Но людей кончал из-за меньше. Все вы в курсе, да, что я иду на выборы? Как говорила учительница английского языка, the выборы. Поэтому я для вашего этого киночемпионата снял не просто фильм. Ну, что такое фильм? Я снял пропаганду. Пропаганду про меня. Наслаждайся, электорат. Денисов. Ну, ё-моё, ну что ты, сфотографируй. Давай, отвали. 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 Кабанюра, ну ты как здрасте, че, сзывай, сзывай бабосики, бабосики в немереных количествах. Ой, ты, прикинь, сколько келиков. Ак-карачок, понимаешь, ножки в гушах. Ну, как книжка, и робилок. Давай, вальролет. Смотри, бухла немереная. Могу выбить все и даже вот так пя-пя-пя-пя-пя-пя-пя. Давай, доведись. Друг, брат, кум, сват, партнер. Хочешь природить свою жизнь и страну вот это все? Голосуй за социал-демократическую партию Украины объеду. Кравчук, Марчук, Анопенко, Медведчук, Сургис и я, Нукович. Что ты, Чуча, понял, что такое высокое искусство? Давай сюда мне эту статуэтку из ракушек, а я погнал. У меня там Нива с пеленгасом на солнце стоит. Понимаете, тут у нас небольшая накладочка, Андреевич. У нас есть еще один участник. Интересно. Тоже хороший человек. Директор трикотажной фабрики. Валерий Друля. Тоже наш пиценат. Ну ты, Игорек, переобуваешься фантастически. Я, между прочим, снял Патриотикал Муви. Что ты там жужжишь, Шелкопряд? Я тебе говорю, я патриотическое кино снял. Что тебя удивляет? Меня удивляет, откуда у Жуков голосовые связки. Не, надо обижать Жуков. А Жуков, а мне надо обижаться. Патриотикал Муви. Патриотикал Муви. Патриотикал Муви. Ну ты, Тюня, вообще крейзи. Ты, Мельбомена Бердянская, ты что из своем кино снял? Почему у тебя кровожадная русская армия атакует под флагом Словении? А где я, где я сейчас в Украине русский флаг найду? Друзья, не надо грызться, не надо собачиться. 92-й год сложно, никто не отрицает. Но есть надежда, что где-то, в кривом роге, в седьмом классе учится мальчик. Который в будущем станет президентом Украины. Не-не-не-не-не-не, Игорьок, это нереально. Вилку уже пятый год, а второй класс перейти не может. Первый номер присвящается всем тем, кому продавщица в магазине должна пять копеек. В супермаркете это мечта сделать каждый. Это тоже ваш? Ну так да. Что нельзя кинуть в эту разделительную планку, я должен догадываться. Мужчина, вы что не видите, что крекер соленый, а ценник наклеил, как обычно. Короче, дайте мне... Это не сигаретная касса. И терминалом у меня не можно рассчитаться. У меня только за наличку. 180 гривен из вас. Пакет давать. Не надо. У меня свой. В 30 лет мы точно знаем. Если человек говорит, что кидает курить, то она кидает свои. В следующем номере можно закурить в любом участном дворе. Что надо? Показания газовых счетов, а вас пока дозвешься. 30+. Когда ты женатый, ты уже виноватый. У каждого человека точно была такая разговора в коридоре. Ты мне ничего не хочешь сказать? Ну и извини. Ты хоть знаешь, за что ты извиняешься? Вадик, для тебя изв... Для тебя извини, понимаешь? Ты ничего не замечаешь? Ты что, покрасилась? Малый в тебе деньги крадет! Как я в тебя что-то возьму, то ты мне будешь целую жизнь упрекать, что ты меня с прицепом взял? Який прицеп? Денис наш сын. При чем тут Денис? Нам, батя мой, на свадьбу подарил Ижовский прицеп. Значит так. Ты хочешь? Ленка пришла себе сделала брови. Анька пришла себе сделала губы. Я завтра себе иду делать грудь. Ты... ты и так красива. Вадим, я вчера зашла в историю браузера. Что? Что тебе не хватает? Ты мне скажи, пожалуйста. Это реклама выпрыгла. Реклама выпрыгла. Короче, ты как хочешь. Ты как хочешь. А я завтра с девочками иду на дискочек восьмидесятках. Из-за этого это и концерт был? Мне надо тысячу гривен. Ну возьми в пальто в тайном кармане. Я нечайно вытирала пыль. И нашла там восемьсот пятьдесят. Денис! А я казала, что он берет деньги! Денис! Казала, купи! Денис! 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 Что значит что-нибудь весёлое? Купим весёлую канарейку! Короче, ты заколебал? Я уже готов купить тебе коня! Самовца! Ты вся в своём мать! Короче, я покупаю тебе билет на концерт Олега Винника! Не ноу, мне не всё равно! Не ноу, мне не один! У меня в своём мать! У нас в Армении есть такая традиция, когда родители договариваются о женитьбе ещё не родившихся детей. Итак, прошло 20 лет, и жених с невестой в первый раз должны встретиться. Да как можно было меня женить ещё до моего рождения? Бабушка! Да, Тигранчан, что случилось? Бабуль, я здесь волнуюсь, ты танцуешь! Не надо волноваться, баляюсь! Это дело чести! Вот она уже идёт! Бабуль, мне страшно, а вдруг она мне не понравится? Страшно будет, если она тебе понравится! Привет, Тигран! Любаша! Я тебя такой и представлял! Правда? Да, я пессимист! Не дождалась ты меня, Любаша! Спасибо! Всё, я весть твой! Бабуль! Тигран! Не надо ничего делать! Произошла ошибка! Это не твоя невеста, Мир. Слава богу. А ее сестра близнет. Вор похитил ребенка, но на переговорах что-то пошло не так. Сейчас мы узнаем, сколько за тебя дадут родители. Звоните маме, только не звоните отчиму. Закрой рот. 200 тысяч, или вы больше никогда не увидите своего ребенка. Ха, ты его видел, там 2 500 красная цена, ты чего? Нет, ты не понял, у меня твой сын. Нет, а ты не понял, как говорит на мой сын, сейчас где-то по джетомерам гуляет. Это так, как говорится, чудеса случаются. Людкин прицеп. Ну, вам его что, совсем не жалко, он же такой маленький, у него еще все впереди. Ой, это сейчас выборы начнутся, непонятно, что нас всех ждет, что он впереди. Может, это и лучше, что он у тебя перекантуется. Алло, с кем ты живешь? Я так и думал, да, передумали. Людка, праздник, сдыхались наконец-то. Это я. А, сори, извините. Вы знаете, очень классно встретить старого одноклассника, особенно если у тебя все хорошо, а он нищеброд. Саня, черешня, деквандо, не узнал? Не узнал, здравствуй. Ты чего? Ну, мы сейчас с тобой случайно стрельнули в Тирене туда, нам потом еще игрушку никто не мог выдать. Подожди, Леха. Леха. Селиванов. Селиванов. Ёлферес, и ты не ожидал тебя увидеть. А тебя, когда на Масленицу с Чучелом перепутали и подожгли, я ж думал, ты не выжил. А я здесь. Ну ладно, Чутик, рассказывай, что ты вообще? Да ну я как. По мелочи. Свой монетный двор. Красиво. А ты? Да что, моя меня прессует, что я на фрилансе работаю. Работаешь удаленно? Да, работаю удаленно от денег. Там, в общем, чики-пики, разберемся, я так считаю. А что вообще пришел, помочь чему-нибудь? Да, что же пришел? Я пришел сказать, что ты отдел по борьбе с коррупцией, клоун, все. Я девятерых посадил, десятый будешь, все, доигрался, все, все, все. Звоню. Да я ж 10 лет на встрече одноклассников не был, вот и наврал за все годы. Я говорил, у меня монетный двор, да я жду 2 часа, пока с огурца сок стечет, чтоб вкуснее было, Леш. Родственная душа. Нет, ты, слушай, ты доигрался, все, я заживу теперь нормально, а ты будешь жить, как я. Наконец-то перестану во дворе ловить собак, похожих друг на друга, чтоб потом продать их, как целую семью. Леш, ну давай договоримся, 50% имущества на тебя перепишу и разойдемся. 90 или тюрьма? Вот ты ж жук. Все, так ты ж, Сань, ты подписался, Сань, что ты лох конкретный, ты чего? Это пранк, прикол, мы же тебя все в школу пришли поздравить, там все наши, ты чего? Там трудовик стоит с деревянным калашом, наконец-то пригодился человеку. Там просто такой, я тебе говорю. Ну вы дураки, конечно. А там есть Нинка, деденка, которую мы назвали дельфин, потому что она вся какая-то мокрая, пошкорябанная. Ну и что сначала ее нос заходит в комнату, а потом все тело. Да, супруга моя. Так ты же Нинка, одни все, другим ничего, повезло. Часто дорослые жалуются на свои проблемы, хотя совсем не помечают, что у нас детей також есть свои проблемы. Это еще что такое? Еще 20 минут, не чипай, хорошо? Я не понял, это что за отношения? Это я хочу спросить, что за отношения? Я пришел, езжу не нагрета, приставка не включена. Я для копы 6 уроков день штаны протираю. Да я для того туда ходу, чтобы в университет на бесплатное поступить, чтобы ты за меня бабло не платил. Да ну цей, такая же... Такая же. Думаешь, мне нравится в ту школу ходить. Да я еще для того туда ходу, чтобы с тобой дома не залишаться. Чтобы ты на работу ходил и деньги зарабатывал. Чтобы ты мог себе пиваска под футбольчика купить. Что ты слышишь и дивился на меня, как баранец в эти ворота? Деня, вообще-то ты этажом выше живешь. Да я знаю. Просто выговориться хотим. Поп, перед батякой стрёмно говорить. Спасибо, дядя Вайн. Пожалуйста, Малий, бежи давай. Па, с вами реально круто выступать. Воно-то, конечно, круто, детвора. Но на этом Лига Смеха для нас заканчивается. Чего? Понимаешь, Денис? Просто вы неповнолетние. И мы с вами дальше не можем идти. Все понятно. Оставьте меня несколько секунд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Шановні дорослі! Зараз на фестивалі така ситуація, що в кожному з нас є три шляхи. АПЛОДИСМЕНТЫ Первый шаг Жить, как живешь Ходить в школу, смотреть мультики Тап-тапливти за течею И это нормально Другий шаг Збирать вещи Їхать на рассмешек комика Выиграть там 10 тысяч Закончить И это тоже нормально Но есть еще и третий шаг Спробовать самому еще Зменить в лизе смеха И сейчас мы вам дещо пообещаем И сразу выполним Дорогие взрослые Мы вам обещаем Пойти в лизу смеха Обещаем И сразу выполним Мы идем в лизу смеха Деня, эта фишка работает Только за 5 минут до Нового року Да ну блин Я в это время уже сплю С вами была команда Фазерс Дякуем вам Дякуем вам Кто здесь папа Кто здесь Дякуем Кстати, Юрец, а ты определился за кого будешь голосовать? Конечно, за своих А за своих это за кого? За юмориста За колясочницу Братан И вообще, Юр Ну яка лига смеха Ты понимаешь, что ты в лиге смеха Як алкаш, як и упал В смысле? Ну все ржут, снимают на камере Всем интересно, встаны, че нет Так, все, Андрюша, молодец Выступай с такими шутками сам дальше Андрей Андрей, отпусти меня Андрей, отпусти меня Андрей, відіграй Андрей, підіграй Андрей, забери зажигалку від ноги Я в натурі нічого не чувствую Да ты задолбал Я уже 4 года на коляске А у тебя шутки все те же Четыре роки? Так ты ж получаешься бакалавр Кстати, а у вас там якісь надбавки есть там за выслугу лет, за старш? Нет, но мне пенсию повысили на 15 гривен 15 гривень? Так про це ж надо спеть, а ну давай Пенсию юрцу подняли ровно на пятнаху Эта власть так намекает Ехай, ехай, ехай В ПРАГУ! В ПРАГУ! Там і соцвиплати, і бандуси, там всі діла Андрей, на кого ти тільки що спів цю пісню? Не, нормально Я б ще для тебе стараюсь Кому надо, той почув! Ладно, ладно, все, ребяточки, давайте поступим як безответственна мать Ми, значить, забудем про коляску і заліпнем в інстаграм І так, якби інстаграм з'явився на кілька століть раніше Ну да, веселенько я так днюшку свою праздную Якби поздравил хто Куда бшти, сюди? КОНЕЦ 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 Друзья, всем здорово! Вот столько бабок мы подняли со своей командой на набегах на Русь только за неделю. Хочешь так же свайпай вверх и присоединяйся к нам. Начинай зарабатывать прямо сейчас. Это Анастасия. Ну такая обычная девушка с села, знаете, ничем не примечательна. Что? Вообще-то теперь я секс-символ Лиги Смеха. Не ты. А кто? А Оля Балякова. Ребята, секс-символ это той, у кого больше секса. А вы походите по селу, попитайте. В Петра, в Миколи, в сель-раду зайдите. Короче, сейчас такая будет ситуация. Зомби-апокалипсис посельский. Что, мужики, были в Польщу на клубнице? А же, поедете? О, Василий, чув новость, в тебе сын скорожелися. Ага. 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 Слава завсталась, если я ненавижусь, но на сверху оставлюсь. Короче, сейчас ситуация. Обычный день жизни самой бездушной пары нашего села. Это как кабина, конечно, крепкая. В твоей маме не такая. Ну что скажешь? Голова уже не болит. Можешь раздеваться. Так бы сразу. Стирати вона не хочет. Классный насталец, да, Андрей? А я не Андрей. Господи, а кто ты? Батя крутил. А как ты узнал? Боже, я Батя крутил. Крутил. Но клянусь, я этого не хотел. Крутил, 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 крутил. Крутил. Ты чего орешь из-за микрофона? Я еще был дужик. Спасибо. Короче, Шушвалок, у меня конкретная задача. По хи-хи, по ха-ха и по хо-хо. Они вообще не выполняются, потому что вы показываете дебильный абсурд. Его люди обычно не хавают. Я-то знаю, поверь. И вообще, что вы вырядились, как будто вы секонд-хенд бомбанули, а? Да сам ты секонд-хенд. Ого. Вот это импровизация, коллега. Новый сезон. Так мы уже отметим. Танец победителей. Погнали. Так, так, отставить танец победителей. Вы что творите? Стоять. Вы что шумаки устроили вообще, а? А что вы напялитесь вообще? Опа. Слушай, а что у тебя такие маленькие глаза? А что они такие маленькие? Ты что, скриптонит? Или ты плюшевый? Или ты лиса? Ты Джеки Чауна? Кто ты такой вообще? Я не понимаю, а? Че ты меня смотришь, а? Нормальные в нём глаза? Нормальные глаза! Намешай нам! А, мужик! А ну не мешай, не добавляйте! Слышь, дядь, а ну чё ты орёшь? Возьми микрофон, тут у всех есть. Чё ты с микрофоном ходишь? Что думаешь, внезапно свадьбу провести или что, а? Слышь, мужик, а ну-ка, чё ты мешаешь команде? А ну не ориг на их выступлениях. Заткнись, пожалуйста. Слышь, а ты кто такой, чтоб мне рот затыкать, швабра, а? Ты лучше убери эту грязь, Хмельницкую, со сцены своей макитрой. Грязь? Да как ты отзываешься о легендах юмора, а? Ну решили, ребята, поэкспериментировать. Ну попробовать себя в абсурде. Ничего, ребята, перерастёте. Со всеми было, всё в порядке. Нормально. Вы просто вспомните свои гениальные образы Оксана и Андрей. А я... Не, Андрей. Закрый рот, пожалуйста, продолжай. Спасибо. Александр Николаевич, вам же Бог подарил такой великолепный талант. Имитация соловья. Ой, а как вы филигранно играли бабку. Опа-на, это Шарамыга ещё и бабку играла, да? Не, ну это вершина, это Чаплин. Снимай шляпу. Да поймите, мы просто хотели удивлять. Удивлять? А вы думаете, мы не удивлялись, когда вы показывали случай или миниатюру, а? Вы чего? Вы задумаетесь, вы такие говорите, случай. А мы такие, хм, где? И вы такие, в подъезде. А мы такие, хорош! Только там был сегодня утром, ничего себе. Что ж чертяки придумали такого в этот раз, а? Ты посмотри на них, ребята. Нужно оставаться самими собой. Всё верно, сутулые собаки. Нужно оставаться самими собой за кулисами. Проваливайте. Есть же нормальные команды. Где Винницкий? Открывайте клетку. Хай бы ходит выступать, а? Так, всё, всё, хорошо, мы поняли, поняли. У нас в команде пришло время для сексуального взгляда на сокомандника. Что? Что? Какой сексуальный взгляд? Дай микрофон. Мужики, вы чё, это лиха смеха, а? Это же храм искусства. А если в зале были дети, а? Фу! Это просто смешно. Кому-то смешно, кому-то фу, рыбак. Срамота. Стыд и позор. Фу! Пойдём отсюда, дорогая. Фу! Фу! Да сядьте, пожалуйста, мы можем продолжать наше настоящее выступление или нет? Нет! Нет! Ребята, я всё понимаю, юмор, это, конечно, смешно, но я сюда пришёл с другой целью. Посмотрите, я надел костюм, выучил танец, где яма? Господи, да все ямы и усталость на трассе Киев-Одесса, понял? Господи, да? Да и жу. Можем! Девушки, да? Й扶, да? АПЛОДИСМЕНТЫ